Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. 5 июня председатель Совета Потребительского Кооператива Bestway Сергей Иванович Крючек опубликовал свое видеообращение, которое, возможно, вы уже посмотрели. Если еще не смотрели, вы можете просмотреть его, так сказать, в оригинале. В данном видео я разберу текстовый вариант данного видеообращения. Почему? Потому что текст более нагляден. А во-вторых, в этом тексте я выделил голубым цветом те мысли, которые мне показались особенно важными. И хотел бы добавить несколько своих комментариев. Итак, 5 июня председатель Совета Потребительского Кооператива Bestway Сергей Иванович Крючек опубликовал свое видеообращение. Возможно, вы уже видели данное обращение. Если нет, то можете его просмотреть, так сказать, в оригинале. Я же хотел обсудить текстовую версию данного обращения. Во-первых, потому что это более наглядно. И, кроме того, в тексте есть возможность выделить наиболее важные моменты. Хочу подчеркнуть, что Сергей Иванович, похоже, не читал по бумажке и не пользовался телесуфлером, а говорил свободно. Из-за этого, может быть, какие-то предложения кажутся сформулированными как-то некорректно и так далее. Но надо отдать должное, потому что при свободной речи, в общем-то, это неизбежно. Итак, уважаемые пайщики межрегионального потребительского кооператива Bestway. Добрый день. Я записываю свое видеообращение к вам, чтобы объяснить, рассказать о той насущной ситуации и актуальных проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся при работе, при защите ваших интересов, при защите права существования кооператива Bestway. Ну, вот, как я и говорю, что в какие-то моменты может казаться, что он там повторяется. Ну, это вот особенность свободной речи. Прежде всего, я хочу вас всех поздравить, вас и членов ваших семей, с праздником. Пусть мы его и не отметили достойно, но с учетом текущей ситуации 29 мая 2022 года нам исполнилось 8 лет. За 8 лет пройден достаточно большой путь, достигнуты, я бы сказал, грандиозные успехи в тех объемах решения жилищных проблем каждого из вас пайщиков. Многие из вас приобрели квартиры, многие живут уже в приобретенных квартирах, и это без помощи государства. Это путем объединения вас, ваших средств, ваших ресурсов для решения ваших жилищных проблем. И, ну, это, можно сказать, такая вступительная часть, она не очень существенная. Да, идут поздравления, кооперативу исполнилось 8 лет, немало было достигнуто, за 8 лет тысячи квартир были приобретены. Это все замечательно. Переходим к текущей ситуации. Как сегодня живет кооператив? На сегодняшний день кооператив живет достаточно сложно, в условиях, когда не прекращается давление следствия и противодействие следствия. Оно выражается в аресте денежных средств на счетах предприятия, оно выражается в изъятии документации, технических средств, которые не могут способствовать полноценной работе, в том числе в блокировке так называемой административной компьютерной системы, которую, к большому сожалению, не удается запустить на сегодняшний день. Как видите, я выделил часть данного абзаца голубым цветом, потому что посчитал эту информацию достаточно важной. Почему? Потому что всем интересно, какова ситуация на данный момент. И, собственно, в этом абзаце Сергей Иванович открытым текстом говорит, что, во-первых, были арестованы денежные средства, и в следующих абзацах мы узнаем, на миллиарды рублей эти средства были арестованы раз. Также мы читаем, что была изъята документация, технические средства и блокировка так называемой административной компьютерной системы, которую, к большому сожалению, не удается запустить на сегодняшний день. То есть, как говорится, проблем выше крыши. Хорошо. Что руководство кооператива делает для того, чтобы исправить ситуацию? Чтобы устранить эти огрехи, мы пытаемся в режиме телефон, в режиме интернет, в режиме проведения видеоконференции Zoom все-таки поддерживать общение, доводить ту информацию, те актуальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности. Итак, в этом абзаце говорится, что они делают определенную работу в режиме телефон, в режиме интернет, в режиме проведения видеоконференции Zoom. Что делать? Поддерживать общение и доводить ту информацию, те актуальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности. Но, как мы понимаем, работа кооператива заключается больше всего в юридической, в бумажной работе, а не в том, чтобы общаться по Zoom или по телефону. По Zoom и по телефону можно ответить на какие-то вопросы, что-то объяснить. Но, как можно оформлять документы? Как мы прочитали в предыдущем абзаце, изъята документация, заблокирована компьютерная система, арестованы счета. То есть, получается, что в этом абзаце сказано, наша текущая работа в основном заключается в том, что мы разъясняем сложившуюся ситуацию. Вот, собственно, и все. О чем хочу заверить. Завершена инвентаризация всех активов и имущества предприятия на сегодняшний день. На сегодняшний день все денежные средства и имущества, отраженные по балансу предприятия, находятся на балансе. И денежные средства находятся на расчетных счетах, обслуживающих банков. Их достаточно для того, чтобы исполнить все обязательства перед пайщиками, существующими на эту дату. То есть, я специально выделил вот эту часть абзаца, чтобы подчеркнуть, что согласно словам Сергея Крючика, что все денежные средства находятся на балансе и на расчетных счетах обслуживающих банков. И средств достаточно. Более того, заканчивает свою работу аудиторская компания ФБК в части отражения результатов анализа деятельности кооператива будет отражен факт о достаточной финансовой устойчивости предприятия «Исполнить все обязательства перед пайщиками и контрагентами предприятия». Это я говорю о том, что распространяемые в сети интернет слухи о возможных причинах и о возможных предпосылках банкротства «Не имеют под собой никакого ни юридического, ни финансового обоснования и мотивации, средств у кооператива достаточно, чтобы исполнить все свои обязательства». То есть, как говорит Сергей Крючек, что банкротство не может произойти, потому что именно средств у кооператива достаточно. В отношении средств встает вопрос. На сегодняшний день следствие на счетах кооператива заблокировано в рамках обеспечительных мер денежные средства в сумме 3,7 миллиардов рублей. Сумма немаленькая. Для примера, вы можете разделить эту сумму на среднюю стоимость квартиры в вашем регионе. Ну, давайте возьмем среднюю цифру, допустим, 5 миллионов рублей. Если разделить 3,7 миллиардов на 5 миллионов, то получится, что этих денег хватило бы на покупку из 740 квартир. Насколько я понимаю, сейчас кооператив не может воспользоваться этими средствами. Как Сергей Крючек и говорит, следствие, заблокировав эти денежные средства, таким образом поставило невозможным исполнить обязательство кооператива перед теми пайщиками, которые изъявили желание выйти из кооператива. На сегодняшний день, по данным нашего учета, порядка 550 пайщиков изъявили желание выйти. Несколько месяцев назад называлась цифра, по-моему, 140 пайщиков. То есть за эти несколько месяцев цифра увеличилась почти в 4 раза. Документы все получены кооперативом, произведены все необходимые расчеты, проверены бухгалтерией остатки денежных средств, и более того, мы направили ходатайство руководителю следственной группы с требованием об освобождении денежных средств из-под ареста, дабы мы смогли исполнить свои обязательства перед вами пайщиками. Ну, звучит, конечно, внушительно, мы направили ходатайство с требованием, мы требуем, но что получилось в итоге, в следующем абзаце читаем. К большому сожалению, следствие уклонилось и отказало нам в этом ходатайстве. То есть можете требовать сколько угодно, следствие, как говорится, вам не подчиняется, и руководству кооператива осталось только обратиться к прокурору. Читаем. Мы направили ходатайство, то есть направили прокурору города Санкт-Петербурга, тем самым говоря о возможности назревания социального конфликта, когда пайщики, не получив удовлетворения от кооператива, начнут обращаться в суд. В этой связи в суд мы обязаны будем вызывать и приглашать как следствие, так и прокуратуру, потому что своими действиями они препятствуют исполнению кооперативом обязательств перед пайщиками. В отношении ареста имущества кооператива и технических средств адвокатами и юридической службой кооператива ведется неустанная работа во всех инстанциях и первых касационных и апелляционных с обжалованием решений и наложения ареста на имущество. Ну то есть получается, что средства арестованы, документация изъята, компьютерная база тоже изъята, но юристы и адвокаты неустанную ведут работу именно с обжалованием вот этих всех решений. Но, собственно, на дворе уже вторая половина июня, то есть эта работа вся продолжается сколько-то месяцев и когда она закончится и как она закончится, тут вопрос остается открытым. Тем более, как мы знаем, что, в общем-то, уже кооператив Bestway подавал в суд, арбитражный суд в Москве против Центробанка, но, как мы знаем, суд был проигран. 18 мая состоялось заседание, то есть суд отклонил из кооператива Bestway к Центробанку. Ну и, собственно, вот эти все требования, которые юристы кооператива сейчас выдвигают, они, конечно, работу, да, работа ведется, но чем она закончится, остается большой вопрос. Здесь, вот в этом абзаце прозвучала действительно интересная мысль о возможности назревания социального конфликта, потому что большое количество пайщиков, порядка 20 тысяч пайщиков, из них большое количество, которые уже приобрели квартиры и уже в этих квартирах проживают, и сейчас мы тоже к этому перейдем, что многие из этих квартир оказались арестованными, хотя люди уже считают их полностью своими, так как они полную стоимость квартир уже выплатили. Ну, в общем, ситуация действительно непростая. Дальше читаем. Очень злободневный вопрос. Следствие осуществило наложение обеспечительных мер в виде ареста на квартиры, принадлежащие пайщикам и квартиры, в которых живут пайщики. То есть, заметьте, и принадлежащие пайщикам, то есть те, кто уже расплатился, и квартиры, в которых живут пайщики, но которые еще не расплатились. На сегодняшний день юридической службой совместно с адвокатами подготовлены обращения пайщиков в защиту своих интересов и прав на имущество, поскольку арестованы не только квартиры, числящиеся на балансе кооператива, в которых проживают пайщики и в соответствии с договорами осуществляют погашение, но и те квартиры, которые уже переоформлены на правах собственности, по тем квартирам, по которым пайщики полностью рассчитались. То есть, получается, человек уже выплатил полную стоимость квартиры, и, в принципе, квартира уже оформлена на данного человека, он считает себя полновластным хозяином, но, по факту, сейчас получается, что некоторые из таких квартир, я не знаю, все ли, но есть квартиры, которые находятся под арестом. И вот Сергей Иванович дальше пишет, такие материалы подготовленные в ближайшее время через сеть интернет будут до вас доведены. На сегодняшний день, помимо этих заявлений, в отношении следствия поступило более тысячи заявлений от пайщика в форме защиты прав и законных интересов и противодействия следствия в виде невозврата документов. Спасибо вам, уважаемые пайщики, за поддержку, за единение в виде этих обращений, на которые следствие не может не отреагировать. Но, по факту, как раз в следующем абзаце Сергей Иванович и говорит, что на сегодняшний день следствие, к большому сожалению, не идет на контакт, хотя мы готовы с ними к плодотворному сотрудничеству. Следствие удерживает всю документацию, все технические средства и денежные средства в виде обеспечительных мер. То есть, получается, на протяжении месяцев юристы кооператива там неустанно работают и трудятся, проводят всю необходимую работу, пайщики тоже поддерживают там морально, своими обращениями и так далее. Но на сегодняшний день, как Сергей Крючек признает, на сегодняшний день следствие не идет на контакт, хотя мы готовы, мы со всей душой. И почему еще эта информация важная, почему я этот абзац выделил? Потому что не секрет, помимо пайщиков кооператива Bestway, очень большое количество людей ждет, собственно, результатов по счету Vista. Как известно, сейчас появился новый сайт leak.ltd, на котором уже многие зарегистрировались и уже заводят и выводят деньги. Но, собственно, тех старых денег, которые у них были на счетах Vista на старом сайте, насколько я понимаю, пока еще никто не видел. И почему не увидели, хотя прошло уже немало времени, несколько месяцев? Потому что, как объяснял айтишник Евгений, и я приводил его комментарии в предыдущих видео на своем канале, как он объясняет, что все технические средства, сервера и базы данных были изъяты, по-моему, еще в феврале. И с первых чисел марта все сайты Life is Good, сайт компании Hermes Ltd и сайт кооператива Bestway, все было отключено. И, как мы помним, на всех сайтах появилась надпись, там, вы попали в пирамиду, пишите заявление в полицию. То есть, это все произошло, потому что все технические средства, сервера, базы данных, все было изъято правоохранительными органами. То есть, Сергей Иванович, по сути, в своем видеообращении показывает, конечно, он здесь говорит о ситуации в кооперативе, но эта же ситуация относится не только к кооперативу, а к сотням тысяч инвесторов, или, скажем, пользователей, у которых были открыты счета Vista. И, согласно данным, вроде как озвучивалась информация, что таких счетов было открыто 450 тысяч, по-моему. То есть, достаточно много. Так вот, получается, что следствие удерживает документацию не только кооператива, но и компании Гермес и компании Life is Good, как MLM-компании. То есть, все технические средства и денежные средства. Но денежные средства, понятное дело, денежные средства Гермеса, они находятся за границей, а вот денежные средства, именно кооператива, они находятся на счетах российских банков, поэтому они арестованы. Как мы прочитали выше, 3,7 миллиарда. То есть, по сути, эта информация важна не только для пайщиков кооператива, но и для тех, кто в кооперативе не участвовал, у кого был открыт счет Vista. И кто с нетерпением ждет, когда же на новом сайте у меня появятся циферки, которые у меня были раньше на счете Vista. И, как видите, на данный момент, на вторую половину июня, именно старых циферок, которые были у вас раньше на счете Vista, ни у кого не появилось. А не появилось именно потому, что базы данных, они были изъяты. И, как говорит айтишник Евгений, у Василенко нет копии этих баз данных. Поэтому, когда эти циферки со счетов Vista будут восстановлены и будут ли вообще восстановлены, это вопрос, знаете ли, очень интересный. Повторю, но все эти базы данных, они существуют, но они находятся в главном средственном управлении. В этой связи, только совместными усилиями и лозунг наш «Мы объединились, чтобы жить», жить счастливо и не когда-нибудь, а сегодня и сейчас, я обращаюсь к вам, уважаемые пайщики, объединиться, очень осторожно относиться, как все распространяемые в интернете информации, особенно нашими недоброжелателями. Многие недоброжелатели рассчитывали, что кооператив рухнет, все разбегутся, останутся фирмы-однодневки, пустые расчетные счета без денежных средств. Но, увы, кооператив существует, деятельность кооператива никаким распорядительным документом не запрещена, и на сегодняшний день мы стараемся осуществлять полноценную деятельность, даже в условиях, когда следствием, о том, о чем я говорил, арестованы денежные средства и активы. Ну, знаете ли, когда озвучено, что, по сути, арестованы счета на 3,7 миллиардов, арестованы документации, изъяты технические средства, о какой полноценной деятельности в этих условиях можно говорить, я не знаю. То есть, насколько я понимаю, юристы кооператива, в основном, их работа сейчас заключается в том, чтобы бодаться, вести переписку со следствием, с прокурором, добиваться возврата документации, технические средства и так далее. Но, повторю, что эта вся работа ведется уже несколько месяцев, и, как видим, пока особого результата не видно, а суд в Москве был проигран. Поэтому, называть эту деятельность полноценной, в чем заключается деятельность кооператива? Да, в приобретении квартир. И вот, как раз, эта деятельность, ну, насколько я понимаю, на данный момент даже заблокирована или парализована. Если уж даже сам Сергей Ключик об этом говорит, даже те люди, которые уже расплатились за свои квартиры, их квартиры на данный момент арестованы. О какой полноценной деятельности можно говорить? Ну, и, кроме того, насчет того, как сказано выше, недоброжелатели рассчитывали, что кооператив рухнет, все разбегутся. Ну, во-первых, многие руководители действительно разбежались и находятся вне России уже, да, некоторые арестованы и до сих пор находятся под следствием. И уже несколько месяцев, кстати, находятся под арестом, под следствием. И все усилия юристов на данный момент им не помогли. То есть все, как мы понимаем, у Романа Василенко и средств достаточно на хороших адвокатов, и связи, и так далее. Но пока, пока на данный момент это не помогло, собственно, вызволить арестованных людей, так сказать. Ну, а насчет того, что кооператив рухнет, ну да, он вроде как не рухнул, как, скажем, как юридическое лицо он существует, но, по сути, его деятельность парализована, технические средства и документы изъяты, а средства заморожены, то есть пока движения нет. Хорошо, идем дальше. Прошу вас очень осторожно еще раз относиться к информации. Сегодня открытые телефонные линии, интернет-приемные, с уполномоченными кооператива проводятся на регулярной основе еженедельной конференции в режиме Zoom. Если у кого-то какое-то сомнение, если у кого-то какое-то недопонимание, не стесняйтесь, обращайтесь в режиме 24 часа. То есть в 2 часа, в 3 часа ночи тоже можно звонить, да? Мы очень внимательно относимся и будем относиться к вашим обращениям, к тем чаяниям, потому что жизнь идет, у всех возникают жизненные вопросы, которые вам тоже надо решать сегодня и сейчас. В силу наших возможностей, полномочий и устава, то, что возможно, мы постараемся осуществлять в режиме реального времени и помочь. Ну, хотелось бы спросить вот что, господа, я не являюсь пайщиком кооператива, если кто-то является пайщиком, то, наверное, вы пытались обращаться на вот эти упомянутые телефонные линии и интернет-приемные. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, как результат. То есть действительно ли пайщики кооператива могут обращаться, скажем так, с какими-то вопросами там по телефонной линии. А насчет того, чтобы относиться к информации, я согласен, то есть желательно информацию брать из первоисточника. И, собственно, в данном случае мы берем информацию непосредственно от руководителя Совета потребительского кооператива, от председателя Сергея Крючика, то есть, можно сказать, наиболее квалифицированного и информированного человека в кооперативе. Призываю вас к единению, призываю вас к объединению и сплочению вокруг действующей администрации кооператива. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Еще раз повторюсь, мы объединились, чтобы жить счастливо сегодня и сейчас. По всем любым вопросам я тоже доступен, готов отвечать, общаться с вами, уважаемые пайщики, и до новых встреч. С уважением, ваш Сергей Иванович Крючек. Итак, мы с вами разобрали текстовый вариант видеообращения Сергея Ивановича Крючика от 5 июня. А 17 июня в официальном телеграм-канале кооператива Westway было опубликовано еще одно, более свежее обращение. И видео по разбору данного обращения я опубликую буквально завтра. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в нашу группу в телеграм-чате. С вами на связи был Андрей Джариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.